Редактор субтитров А.Семкин Дмитрий Федорович, добрый вечер. Добрый вечер. Я благодарен вам за приглашение в вашу известную и авторитетную передачу. Я благодарен вам за то, что вы согласились. И не попросили вопросы, кстати. Послушайте, ну а зачем остроту ваших вопросов каким-то образом там спрямлять или делать их более мягкими? Какие есть, значит, такие будут ответы. Попробуем тогда. В прошлый раз мы с вами встречались, когда вы были в статусе посла Российской Федерации. Да, правда. Тогда, очевидно, интересы России были вашей прерогативой. Сегодня вы госсекретарь союзного государства. Тогда, Митрий Федорович, чьи интересы вы представляете сегодня? И в какой пропорции там Россия и Беларусь? Очень хороший вопрос. И на него легко ответить. Когда я имел право и возможность возглавлять российскую депмиссию здесь, в Минске, я знал, что работаю в братской стране. В той стране, которая объединена с Россией столетиями единой истории, единой победой над фашизмом, едиными подходами к защите исторической правды, к той работе, которую ведут внешнеполитические ведомства, представляя нашу, российскую, тогда говорю, как посол, и белорусскую позицию на международных площадках, прежде всего, под эгидоорганизации объединенных наций. Никакого жесткого водораздела, что вот это наше российское, а это будто бы чужое, не наше, такого не было. Потому что российское и белорусское были по-настоящему близки. А сегодня еще более близки, чем вчера. Дипломатично. Правда. У нас уже есть единые дорожные карты. Ну и единые санкции тоже есть. А вот символики. Вот ее до сих пор нет. Но в ноябре вы сказали, что такая работа ведется. Я понимаю, что, может быть, этот вопрос не так актуален был бы несколько лет назад. Но на примере Беларуси мы видим, что в прошлом году БЧБ-атрибутика стала приметом манипулирования, сознанием. И как новыми красками заиграл красно-зеленый. Я считаю, что нам однозначно нужны новые, позитивные, совместные символы. Вот когда они будут и какие? Ну, я думаю, что на счастье вашу позицию, что союзному государству нужна своя символика, эту позицию разделяют миллионы людей. Другое дело, до какой степени мы, в том числе и вы, представляющие очень авторитетный журналистский класс Республики Беларусь, как и россияне, которые, безусловно, своими репортажами, своими оценками, своей позицией интересны в Беларуси, российские журналисты, я имею в виду, умели и сумели вот за те годы, с момента подписания союзного договора, кстати, вчера была 22-я годовщина со дня подписания союзного договора, Так вот, за эти 22 года, как всем нам удалось рассказать о том, что значит союзное государство для всех нас? Думаю, сделано пока не так много, как должно было быть. И вот как раз после 4 ноября, года текущего, после решений президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, членов Высшего Государственного Совета, главправительства Михаила Мишустина, Романа Головченко, председателей Палат национальных парламентов, по сути дела, начинается новый исторический этап. Говорю исторический и не боюсь этого определения, потому что это так. Подписаны, вы сказали, дорожные карты. Да, раньше они были дорожными картами. Но их масштаб таков и значение их столь велико, что они совершенно справедливы. Президентами двух государств обозначены, как союзная программа. Так вот, этот новый этап, он всех нас заставляет переосмыслить, что для нас союзное государство. Посмотреть на ту экономическую интеграцию, которая определена и у которой есть настоящий, продуманный, по итогам дискуссии и договоренности, правовой фундамент. И, естественно, если у нас есть задачи экономической интеграции, у нас должны быть осознанные, не навязанные извне, а осознанные нами задачи по упрощению нашего взаимодействия в сфере культуры, гуманитарной области, в сфере образования. Я не говорю по производственным направлениям, потому что это все мы, наверное, сегодня сможем об этом сказать несколько слов, прописано в союзных программах. И вот мы очень, мне кажется, четко должны понимать, с учетом и внешнего давления, но не оно является основой и причиной нашего сплочения и упрощения взаимодействия. С учетом внешнего давления. Посмотрите в свою историю. И вот, значит, тот символ, о котором вы говорите, должен быть очень точным. Ну, некоторые редакторы в вашем редакционном отделе сказали баллопидарным. Слово такое немножко непонятное. Может быть, даже заумное, иностранное, точным, историческим, объединяющим и заставляющим задуматься, как мы живем сегодня, что мы хотим, сколько стоят призывы к свободе, как они увязаны с обеспечением национальной безопасности, безопасности на улицах, чем наполнен наш стол, какой заработок у предприятий, в наших семьях. И вот, когда мы это все осознаем, мы точно поймем, что нам вместе много лучше и надежнее, чем порознь. И, что называется, если мы смотрим в одну сторону сегодня, устав первые годы постсоветского периода крутить по сторонам головой, значит, это исторический выбор наших лидеров, а значит, и наш с вами. Дмитрий Александрович, но предметно про символ, как скоро он будет? И если... Ну, открываю только для вас и наших телезрителей. Больше никому. Ну, скажем так, тайна, не тайна. Факт. Подготовьте к заседанию Высшего Государственного Совета, который, как я уже сказал, состоялся 4 ноября. Мы представили предложение всем членам Высшего Государственного Совета. Это тот символ, который мы видим сегодня. Это, конечно, совершенно не значит, что он уже прошел без какого-то обсуждения, без сверки позиций, без учета мнений, наверное, экспертов, наверное, художников, геральдистов. Но это прежде всего исторический символ. Деполитизированный, насколько это возможно. Безусловно, с обязательным представлением национальных влагов. Красно-зеленого, с орнаментом белорусского и российского триколора. Я так понимаю, это все, что вы можете открыть на сегодняшний день? Пока нет мнения членов Высшего Государственного Совета, было бы неэтично мне там доставать эскизы. Хотя очень хочется, но давайте подождем до следующей встречи. Вы знаете, как было прекрасно для программы, если бы... Из кармана. Да, достали и показали. Хорошо. Мы же уважаем наших зрителей. Безусловно. Мы еще и уважаем руководителей Высшего Государственного. Значит, мы помним о том обязательстве, которое я взял сегодня. Как только будет символ согласованный, утвержден, безотлагательно он будет представлен в общественности. Отлично. Дмитрий Федорович, Вы как раз говорили об унификации законодательства. Сближения. Сближения, да. Ну вот одно из направлений работы посткома это как раз-то подготовка предложений как по законодательным актам, так и по их унификации в рамках союзного государства. Вот на Ваш взгляд, какие направления, с учетом фактически объявленной нам информационной или гибридной войны, как мы сейчас называем, да, Западом. Какие направления и какие нормативные документы требуют в первую очередь немедленного внимания и реагирования? Можно не согласиться с хозяином. Это Ваше право. Ну вот. Я бы даже поспорил. Ну да, вот давайте. Но спор не ради спора. Связи, давление со стороны Запада, политического, экономического, жесткой связи с задачами, которые стоят на экономическом направлении, на пути экономической интеграции, жесткой связи нет. Да, безусловно, и в одной, и в другой столице правительство прежде всего, республиканские, федеральные министерства и ведомства обязаны учитывать, да, потери есть, которые мы несем от реализации санкционного давления. Но это совершенно не значит, что если вдруг завтра санкции отменят, мы что, прекратим углублять наши отношения и, скажем так, вот те 28 программ, они как бы отработали, мы их отложим в сторону, убежден, что нет. Значит, те направления, которые прежде всего приоритетны, но они все на самом деле приоритетны, но так уж плотно сбиты эти программы, что вычленить что-то и противопоставить одно другому очень трудно и не нужно этого делать. Стороны договорились сверка макроэкономической политики. Стороны договорились центральные банки будут работать, обеспечивая безопасность вклада в граждан, обеспечивая права людей, которые пользуются новыми современными технологиями и методиками, цифровыми методиками, представляя свой интерес в финансовой сфере. Стороны договорились, что будет согласована единая промышленная политика. Значит, будем уходить от ненужной конкуренции близкой или одинаковой продукции, будем выстраивать единые производственные цепочки с опорой на достижения, где кто сильнее, инженерных, технологических школ, неокровских достижений. Стороны договорились, что будет единая политика в сфере сельского хозяйства. Как и таможенные комитеты, будут работать, что называется, как одно целое. Мы сегодня говорим о необходимости учесть те препятствия, которые мешают здоровой, разумной, обоснованной конкуренции. Этому тоже посвящена одна из союзных карт. Конечно, мы говорим об интересах людей. В сфере труда, защиты их прав, этому тоже посвящена отдельная социальная программа. Мы сегодня говорим о особой сплоченности экспертов, работающих в налоговой сфере, которые по запросу налоговых служб представили те предложения, которые, по сути дела, пусть не сегодня, но в ближайшей перспективе делают налоговую практику и налоговую политику близкой с тем, чтобы те доходы, которые сегодня, скажем так, они же есть. В серой зоне уходили в белую, чтобы пополнялась казна Белоруссии и России так, чтобы все социальные обязательства, они большие у двух государств, исполнялись в полном объеме, несмотря на санкционное давление. Это труднее делать сегодня, чем вчера, но не делать этого невозможно. Я понял, поскольку. Имеется в виду поддержку того социального пакета гарантий миллионов белорусов и миллионов россиян, которые объявлены, и о чем многократно говорили национальные лидеры, которые не подлежат ревизии. Я понял посыл о том, что в первую очередь мы делаем это для себя, а не потому, что на нас давят. Я лично считаю абсолютно так. Это правильно. И я согласен с вашим мнением и более того, поддерживаю его. И спорить не буду. Но. Пожалуйста. Вы говорите все время «мы говорим». Да? Мы договорились. Мы приняли решение. Но очень важно, особенно для людей, которые поддерживают это, видеть результат в первую очередь. Да? Какая отрасль или сфера в первую очередь почувствует, что мы, наконец, в союзном государстве? Послушайте, мы упрачиваем тот задел, который есть сегодня. 85% продукции агросектора Беларуси поставляется на российский рынок. За эти 85% платятся твердым российским и белорусским рублем. Почти 50% всей промышленной продукции Беларуси поставляется на российский рынок. Мы не сказали с вами еще о создании единого энергорынка, рынка газа и электроэнергии. Отдельная социальная программа посвящена становлению новой для Беларуси практике работы в сфере атомной энергетики. Станция в Островце. Это хороший результат. Уже. Да. Вы знаете, я же, как вы сказали, работал в качестве посла два года. Естественно, читал обзоры прессы российской, белорусской, зарубежной. Вот не обижая никакую стран-соседей, такая-то страна приняла 15 студентов из Минска. Очень удачной была поездка. В течение недельного семинара были показаны достопримечательности, произошли встречи с преподавателями такого-то вуза, беседы проходили на английском языке. Ребята приехали с восторгом, рассказывая своим белорусским сверстником, как замечательно, ну, не будем называть в той или иной стране-соседке. Замечательно. И вот таких репортажей, там, 5-7 на разных каналах, по одному и тому же поводу, одни и те же лица. Очень хорошо, что молодые люди могут общаться друг с другом и видеть мир, и понимать, что он разный. Но, если бы вот отхронометрировать, ну, скорее, более такой, ну, совершенно неофициальный формат зарисовки, если бы отхронометрировать, вот тот, я сюжет хорошо его помню, по тому времени, который он занял в белорусском эфире, во внимание информагентств, печатных изданий, и сравнить его с результатами совместной работы Росатома и белорусских партнеров Минэнергореспублики на площадке в Островце, то я думаю, что будет примерно одинаково. При том, что значение того, что сегодня Беларусь энергетически независима, что сегодня Беларусь вступила в клуб стран, обладающих мирным атомом, невозможно переоценить. Энергобезопасность, безусловно, льготирование тех домохозяйств, о чем говорил президент Лукашенко, которые будут потреблять больше энергии, но при этом совокупно не будут платить намного больше. Да, возможность развивать те производства, которые требуют огромных объемов электроэнергии, в частности, по выпуску алюминиевой фольги и так далее. Да, и десятки других позиций. Давайте будем честно говорить о тех глобальных прорывах двухсторонних отношений. Более того, руководство России, президент нашей страны, премьер-министр, услышали запрос Минска, льготный кредит по системе его обслуживания стал еще более льготным. Станция уже есть, а выплаты будут чуть позже. Разве это не пример братского отношения? Почему об этом мы не говорим? Часто, даже много. А я объясню. Объясните. Потому что 15 студентов уехали. Нет, потому что мы настолько привыкли к тому, что это есть, как воздух, что мы этого не замечаем. Мы не замечаем, что это хорошо. Мы заметим только тогда, когда это, не дай бог, станет плохо. Когда этого не станет. Вот в этом вечная проблема. И, кстати, в этом проблема 20-го года. Одна из... Если вы сами сейчас затронули ее, я бы не смел ее поднимать самостоятельно. Проблема 20-го года. Вот. Ведь важно прежде всего вам и вашим авторитетным коллегам рассказать очень молодым людям, которые вступают в большую взрослую жизнь. Что чистые улицы, абсолютная безопасность на этих улицах, возможность по твоему кошельку одеться, перекусить, побывать с друзьями в тех местах, где ты хочешь побывать. Да, наверное, не на всех площадках увидят белорусских студентов. И в Европе, и, наверное, в России пока еще не все площадки открыты, даже потому, что порой трудно и дорого добираться. Но если вы об этом будете говорить как о ценности, если причастность к делам твоей страны не будет определяться, только на какой подушке, мягкой или твердой, я сплю, и насколько у меня полон и вкусен стол, то тогда многие мысли, обращенные внутрь самого себя, у многих людей, будут более отчетливы, а не размазаны. Материн Федорович, знаете, я внесу маленькое уточнение, может быть, я буду говорить, сказал Марков в передаче ничего личного. Один момент подчеркну. Один момент подчеркну. Знаете, вот мы сейчас с вами, мы сейчас с вами, я со всей ответственностью говорю, можем говорить о Беларуси как о нашем государстве, наши молодые люди, наши граждане, потому что вы госсекретарь союзного государства. Мария Сергеевич, вот у нас паспорта в наших карманах с разными дербами на обложке. Но еще раз хочу сказать, что с момента подписания союзного договора и принятия ряда нормативных актов правительствами и парламентами паспорта имеют одинаковую силу. Вы можете поехать без всякой регистрации, без дачи экзамена по русскому языку и по российской истории в любую точку Российской Федерации достать свой паспорт, и вас примут, если хочет работодатель, если ваша квалификация хороша и востребована, в любой точке России. То же самое по отношению к россиянину. Это огромное достижение. Это вот те позиции, которые лидерски предъявляют Беларусь и Россия и в рамках ЕАЭС, и в рамках СНГ. Если мы вдруг коснемся международной повестки по поводу ШОС, я тоже с учетом моей трехлетней работы в штаб-квартире организации, в Пекине тоже сказал бы несколько слов о позиции, которую сегодня занимает в ШОС Беларусь, как страна-наблюдатель, это высокий статус, которая очень умела, прежде всего, по экономической повестке, позиционирует свой интерес и слышит проблематику и запросы всех тех стран, которые входят в шанхайскую семью. Их 18, это все разные страны, но если от западной границы Беларуси посмотреть на восток, то это огромная территория, на которой проживает более трех миллиардов человек. И более чем интересная для нас во всех отношениях, согласен. Раз мы уже затронули вот интересы каждого из нас, да, я очень рад на самом деле тому, что и россияне могут к нам приехать, да, и обучаться, да, в любом вузе и с удовольствием. Можно только один пример, не перебивая. Конечно. Летом 2019 года, в доковидный период, вот если брать один день июля, находилось на лечении и на отдыхе, в любой день июля, августа, более 700 тысяч россиян. Вы, наверное, никогда не задумывались. Никогда даже не слышали подобных цифр. Правда. Более, вот сейчас вспоминаю, значит, посольскую статистику, мы же ведем еще консульский учет, примерно 719, 730 тысяч россиян находилось в Беларуси. Каждый из них приехал с добрым чувством, но и с кошельком. Он заплатил за проезд, он заплатил за путевку, он заплатил за питание, он заплатил за экскурсию, он заплатил за то, что он что-то купил. И вы знаете, что все-таки даже линейка товаров легкой промышленности и пищевая линейка в Беларуси по-своему уникальна по цене-качеству. И он привез эти деньги и оставил здесь. Разве это мало? Марин Сергеевич, вот все, что было сделано, это не ради каких-то документов, ради документов, служебных папок, ради их заполнения, это ради людей. И те усилия, которые предпринимаются сегодня по защите независимой позиции официальной Москвы, официального Минска, это ради людей. Я не хочу вспоминать Югославию, мощную, влиятельную, социалистическую, постсоциалистическую Югославию, которую раздробили на, да, ладные, очень симпатичные страны, но которые не могут показать того влияния, как влияние. Так, задача раздробить, задача заставить не говорить так громко, задача подчиняться внешней воле из Страсбурга, из Брюсселя, из Вашингтона. Вот задача. И под это подверстывается все. Информационная война и санкции забыты только. переговоры в конце 80-х годов, забыт, 91-й год, ведь на Советский Союз невозможно было давить. Вы знаете, ведь в этом замечательном фильме на такого-то не нужен нож. Ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. Вот оно получилось так. Призыв был какой? Угроза ядерной катастрофы и конфликта между Советским Союзом и Западным Блоком между странами Варшавского договора высока. Советские лидеры должны услышать голос разума. Они должны войти в семью цивилизованных народов, допустить иной уровень демократии, поддержать мировые общечеловеческие ценности, саморазоружиться, вывести свои войска из Германии, Польши, Чехословакии, Венгрии, выбросить их в чистое поле. Ради чего? Ради того, того, чтобы отойти от края угрозы, от края пропасти, отойти от угрозы военного конфликта в любом формате, с применением ядерного оружия, без применения и так далее. Советский Союз все эти шаги сделал добровольно, действительно услышав призыв и оценив угрозу, которая стояла перед человечеством, перед континентами. Для чего это было сделано? Ради людей, ради миллионов людей, чтобы они жили спокойно. Что мы за это? Какая плата? За наши шаги, ведь, да? Ты же рассчитываешь на то, что твои шаги будут оценены. Плата не только в материальном плане и не столько в материальном плане. Значит, мы должны были быть равными партнерами, нас должны были слышать, нас должны были уважать и, самое главное, оценить те шаги, за которые заплачено было жизнями почти 30 миллионов человек. они погибли, чтобы послевоенный мир был безопасным. Есть совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинке 1975 года. 35 глав государств, 33 европейских и два с американского континента подписали соглашение о нерушимости границ в Европе. Где это соглашение 1975 года? Ну, вы просто проводите правильные параллели с тем, что происходит сейчас. Мы заплатили, мы отступили, мы добровольно учли предложение Запада. Какая за это оценка? Что сделано? Давить еще больше. Михаил Федорович, мы точно так же поступили в 93-м году, подписав соглашение о выводе ядерного оружия. И когда нам были гарантии даны, в том числе и по санкциям. И какой результат мы получили, вы сами видите сейчас. Я полностью поддерживаю этот тезис. Лес самое большое богатство. Как ювелир ограняет камень, так и мы с точностью до миллиметра обрабатываем деревья. Время идет и многое в нашей работе меняется. Кроме одного любви к лесу. А все остальное дело техники. Беллес экспорт. У нас есть все для леса. Партнер программы Беллес экспорт. Простой вопрос. Говоря на одном языке, когда мы будем говорить по одному тарифу. Тарифу на роуминг? Конечно. Мы так долго об этом говорим. Простейший вопрос. Так много уже сделано. Вы, наверное, заметили, что тариф практически уменьшился по разным пакетам от 10 до 25 раз. Это вот совершенно точно. Я хорошо помню, сколько стоила минута разговора с Москвой по мобильному телефону. Мы можем сделать так, чтобы что в Беларуси... Такая задача стоит, и министерства принципиально договорились. Вот. Вопрос, чтобы оператор, у которого одна из главных задач получения прибыли, он все-таки мог найти в себе силы от чего-то отказаться. Регуляторы договорились, так будет. Я за то, чтобы любой оператор четко понимал, в какой стране он живет и какое государство обеспечивает ему возможности получения прибыли. В прошлой программе, когда мы с вами встречались, мы затрагивали тему журналистики. Ваш отец был фронтовым журналистом. Ваша биография... Отец всю жизнь отдал после войны, с 44-го года, после Кенигсберга, до самой смерти он практически никогда не расставался с журналистским трудом. В вашей биографии тоже была должность председателя комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга и зампредседателя Госкомитета России по печати. Да, был. Еще была должность корреспондента формата дивизионной газеты отдельной железнодорожной бригады со штабом в Ленинграде, но с расквартированием частей и подразделений по всему Северо-Западу и Эстонии. Ну, это, знаете, как я говорю, этот человек прошел все ступеньки, его не обмануть в журналистике. Нас продолжают качать. Российских журналистов будут качать накануне 24-го, это безусловно. Белорусских сейчас, может быть, даже где-то сильнее начнут накануне референдума, потому что уже знают, кто где пошатнулся, на кого можно надавить. Наверняка будет это происходить. Вот в этих условиях достаточно ведь остро стоит вопрос реанимации, я специально говорю это слово, реанимации союзных СМИ. Или я ошибаюсь? Ну, все-таки немножко мы с вами общаемся с врачами, да, и реанимация это уже такой режим, оживление, когда пациент скорее мертв, чем жив. Наверное, нам нужно провести переформатирование. Александр Григорьевич Лукашенко в рамках заседания Высшего Государственного Совета сказал о том, что значимо начать работу над созданием единого союзного медиахолдинга, с тема, чтобы даже те средства, которые есть, нельзя сказать, что они большие, но они и не маленькие, чтобы они использовались максимально эффективно. Не на пропаганду, в худшем понимании этого слова, нам сейчас называется, как раньше говорили, с запада подбрасывают, говорят, что вот пропаганда, пропаганда. Я специально одну программу называл пропаганду. А что здесь плохого? Мы рассказываем о наших достижениях, мы убеждаем людей в наших оценках, это их право убеждаться или нет. Тут ничего плохого нет. Но если мы говорим о союзных СМИ, они должны быть очень информационными. У нас есть телерадиокомпания, которая, к сожалению, пока не нашла, может быть, своего достойного места в эфире России и Беларуси. У нас есть журнал «Союзное государство». Мы полагаем, что со следующего года при определенном уменьшении бумажной версии мы сделаем акцент больше на распространении информационного и электронного ресурса. И в том числе мы очень хотим попробовать начать проект союзного государства «Библиотека нашей истории». Это не значит, что мы будем искусственно выбирать какие-то страницы, выпячивая их, а другие закрывать или отодвигать. Но есть литераторы Горький и Богданович, есть фельдмаршалы Паскевич и Костюшко, есть Великая Победа, есть Феликс Дзержинский. И мы знаем, что те места, связанные с именами этих действительно очень ярких исторических личностей, в Беларуси сохраняют со всем чанием, как и Домик Первого Севастой Розды. Вы когда были последний раз в Домике Первого? В нем, ну, наверное, несколько лет прошло. Хотя прокажу каждый день. Ну, вот видите, вот, это тоже история. Зачеркивать ее, это унижать себя, искусственно отодвигать, обижать тех, кто ее, эту историю делал, строил послевоенный Минск. Сколько было труда, творческого горения у архитекторов и строителей, чтобы город вернуть к куда более яркому виду, чем даже он был после войны, именно на этом месте. Потому что были идеи перенести столицу, город был разрушен. Вот об этом почему мы не говорим? Ну, хорошо, медиахолдинг. Озвучил Александр Григорьевич Лукашенко. Поддержана позиция всей членами Высшего государственного совета. Такое поручение дано постоянному комитету. Мы со сторонами, журналистским сообществом, с министерствами, которые регулируют эту сферу, будем очень быстро обсуждать этап за этапом такой работы. У вас есть примерно понимание, каким он должен быть и когда? Я полагаю, что к концу следующего года мы должны завершить такой работы. Завершить? Согласен. Дмитрий Федорович, не могу не обсудить с вами, в том числе и как с журналистом, в прошлом, хотя журналист не бывает прошлым. Ну, значок Союза журналистов СССР удостоверение берегу до сих пор. Тогда тем более. Последние недели одним из главных ньюисмейкеров на европейском пространстве, на мировом пространстве, можно говорить об этом прямо, стал наш президент. Он сдал несколько интервью, причем разным СМИ. И в них так много инфобомб, что они достигают цели, ну, явно не хуже, чем ядерное оружие. Вы в 98-м году защитили диссертацию на тему психология влияния СМИ на формирование Ну, понятно, я ее помню, это название. Ну, как вы помните? На формирование политических установок личности. Вот тогда, что для вас стало самым знаковым в этих интервью? И как, на ваш взгляд, они могут повлиять на политические установки отдельных личностей, ну, и народа в целом? Президент Лукашенко дал содержательное и очень сильное интервью, показав свою позицию как лидера, который защищает национальный интерес, используя все возможные средства. И это было очень значимо, когда, как мы с вами уже говорили, даже сегодня не раз, нарастает давление. Но это было, на мой взгляд, еще более значимо в поддержку единых подходов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Единые подходы в оборонной доктрине, единое оборонное пространство, граница союзного государства, безусловный приоритет для двух наших стран. Концепция миграционной политики, которая была утверждена на заседании высшего госсовета. Единая концепция для союзного государства. Не для того, чтобы кого-то не пускать, удерживать, не пускать тех, кто несет угрозу для людей в Беларуси, России, но помогать тем, кто приезжает с добрыми намерениями, кто приезжает трудиться, кто помогает заполнять те вакансии, которые сегодня не заполнены. Совершенно понятно. И, конечно, я посмотрел интервью и с зарубежным телекомпаниям, и российским журналистам. Последовательно проводится одна и та же мысль. Дайте нам жить на своей территории так, как мы считаем нужным. Это точно такая же позиция, как у Владимира Владимировича Путина. Мы сами свой народ знаем, что мы хотим. Мы сами выстраиваем свои ориентиры, мы оценим свой ресурс. Хотите помогать? Давайте вместе. Мы хотим призвать всех, говорит президент России, как и президент Беларуси. к иному уровню диалога. Отойти от бряца неоружия, отойти от того напряжения, которое должно уйти. Оно уйдет. Вопрос, когда будут затрачены колоссальные ресурсы на обновление оборонных потенциалов, на военные сборы, на работу ученых в сфере военно-промышленного комплекса. Ради того, чтобы не обеспечить новый уровень безопасности, а его, по сути дела, снизить. То есть, мы платим за снижение уровня региональной безопасности, увеличивая деньги на оборону. Ради чего? Ведь мы же сейчас с вами говорили, 88-й год, 90-й, крушение Берлинской стены. Советское руководство убедили, что все эти шаги необходимы, чтобы для людей угрозы просыпаться, ожидая вдруг какого-то военного конфликта, больше нет, и это может сделать Советский Союз. Он сделал Нобелевское премиумир одному из лидеров, лучший гражданин той страны, которая на самом деле по-своему честно извинилась за преступление нацизма. И что? Сегодня виток повторяется, но виток повторяется, на мой взгляд, это мое собственное мнение, прошу прощения, и потому, что этот эскалационный набор шагов формируют люди, которые не прошли страдания Второй мировой войны. Люди, выросшие в партийных инкубаторах, люди, мало работавшие на производстве, не очень, наверное, хорошо знающие жизнь у Земли, формируют политику государства. Ну, такая политическая система, что называется, не нам ее судить, но тогда все это накладывает на них задачу быть предельно реалистичными в проведении той политики, которая, в том числе, касается России и Беларуси. Политика нереалистичная. Принудить нас к унижению, к постановке Беларуси и России на колени невозможно. никаким путем, ни экономическим, ни военно-политическим. Значит, все равно выход только один. Возвращаться к диалогу и разговору. И вот все те фейки, вы говорите, фейки, я говорю, информационные фантомы, которые вбрасываются последние дни, показываются какие-то карты, показываются группировки сил и средств, войск вдоль границ одной из территориально близких нам стран с братским для нас народом. И объясняется это воинственностью российской позиции. Вы видели комментарии по итогам переговоров, которые состоялись два дня назад президента Российской Федерации и президента Соединенных Штатов. Владимир Владимирович, Путин вновь сказал, мы должны определить красные линии, далее которых мы не позволим угрозу Российской Федерации, а значит и нашим союзникам. Ну, более чем отчетливо. Значит, надо отходить от этих красных линий, определять, почему они возникают, что нужно сделать, чтобы их не было, вернуться к полному, полноформатному исполнению Минских соглашений, Минских соглашений в нормандском формате. Нам не нужны никакие новые кураторы, я имею ввиду, что вдруг Соединенные Штаты вновь и вновь говорят о том, что они должны быть участниками нормандского формата. Извините, что я вас перебью. Смотрите, объясните мне простую вещь. Я же не политик, я журналист, и мне непонятно, а почему мы вообще должны с США согласовывать нашу позицию, в том числе и в отношении ближайших соседей? Потому что мы в ту первую передачу, у нас же сегодня с вами вторая передача, в ту первую передачу посмотрели книгу Збигнева-Бжезинского. Помните, я вам приносил, она, наверное, еще жива в библиотеке вашего телеканала. Там же все было написано. В моей библиотеке. Ну, тем более. Не скрою. Спасибо. Там же все было написано. В начале 90-х годов вышла книга. И, на мой взгляд, этому действительно яркому аналитику, интеллектуалу не удалось скрыть свои замыслы, и он книгу издал публично. А ведь это, по сути дела, концепция реванша, когда ослаб Советский Союз, потом, когда распался Советский Союз, реванша влияния на постсоветскую территорию. Там же совершенно отчетливо, буквально на первых страницах написано. Главная задача оторвать Украину от России. Вторая задача оторвать Беларусь от России. Третья задача разобраться с постсоветскими республиками на Кавказе и в Центральной Азии. Все идет по алгоритму Збигнева-Бжезинского. Ослабленная Россия уже не сможет влиять на мировую политику и противостоять доминирующей гегемонистской политике Соединенных Штатов Америки. Там не было такого прогноза об успехах Китая, который определил свои успехи до 2050 и 2100-го года. Тем более, все-таки, имея право проработать три года непосредственно в Пекине и побывав во всех странах ШОС без исключения, я видел, как год от года становился сильнее Китай и насколько росла его экономика. Вот это новый фактор. Значит, наверное, Соединенным Штатам нужно разобраться и последовать с Россией, Китаем, а может быть, сразу параллельно. Никто не хочет признать реалии этого дня. Боюсь надорвуться, разбираться со всеми одновременно. Это раз мудрее признавать реалии за столом переговоров, чем заниматься политической игрой, втягивая наших братьев в игру, в которой нет победы и, самое главное, нет перспективы. Я боюсь, что больше всего, даже не боюсь, предполагаю, что больше всего наши оппоненты, они возбудились именно из-за того, что мы объединились и мы, вырабатываем теперь абсолютно единую позицию по любому вопросу и это вызывает наибольшее раздражение. Можно, например, поддержку вашего тезиса? В самом начале октября текущего года Европарламент принял документ, осуждающий еще не принятие 28-союзных программ, а осуждающий сближение Беларуси и России. И удивительным образом, казалось бы, европарламентарии озабочены делами своих государств. проблемы в Евросоюзе за бюрократизированностью алгоритма принятия решений и десятка других вопросов, в том числе миграционного кризиса. Но нет, здание Европарламента, сотни депутатов осуждают сближение Беларуси и России. Казалось бы, ну каким образом европарламентарии относятся к внутренней, это сугубо внутренние дела, даже не международные. В рамках союзного государства, которые составляют наши страны, 509 депутатов голосуют за принятие документов. Да, он носит рекомендательный характер, но это важнейший индикатор проявления и представления меру в публичном поле европейской позиции, а значит и проамериканской. Вы знаете, после того, как Столтенберг заявил о том, какие могут быть в России собственные интересы в окружающем пространстве, но после этого говорить об адекватности правда не приходится. Дмитрий Федорович, хотя мне кажется, вы вряд ли могли встречаться со Столтенбергом, сталкиваться с ним. Вы знаете, я вас, наверное, удивлю ответом. Есть институт встреч генеральных секретарей международных организаций с генеральным секретарем ООН. И в 2015 году я имел честь быть приглашенным генсеком ООН Пан Гиммуном на такую закрытую встречу под Нью-Йорком. И действительно, на эту встречу приехали все без исключения генеральные секретаря международных организаций. У граждан России было только два человека. Николай Николаевич Бордюжа, который тогда был генеральным секретарем ОДКБ, и ваш покорный слуга. И такой, ну, двухдневный на природе закрытый семинар. Я и сейчас бы не хотел говорить о том, о чем говорил за единой трибуной, за круглым столом генеральный секретарь НАТО, но мне тогда показалось, что он дает очень реалистичные оценки. И удивительным образом в закрытом формате я слышал его реалистичные оценки, в том числе в отношении потенциала Североатлантического Альянса. А последние заявления, ну, они, что называется, уже никуда, ни в какие ворота. Дмитрий Федорович, помимо военных моментов, нам ведь сейчас очень нужно, очень нужно, я подчеркну, совместно начинать работу над концепцией информационной безопасности уже союзного государства. Но без банальных денег это просто прожект. Вот сейчас Беларусь вынуждена отвечать, как и Россия в свое время особенно, вынуждена отвечать на конкретные прямые санкции в отношении нашей страны. и мы вынуждены предпринимать ответные меры, в том числе по, ну, скажем, замещению отдельных видов польских, литовских, украинских товаров у себя на рынке. Яблок сыра или микроэлементов и высокотехнологической продукции. Более чем как о высокотехнологичных, а это на самом деле одна из главных составляющих информационной безопасности, потому что мы сейчас все в руках с этими гаджетами и наши все даже оборонные комплексы зачастую на этой базе построены. Так вот, российские компании, и я это утверждаю осознанием дела, очень неохотно рекламируют на белорусском ТВ свои товары. И неважно, продовольственные они или промышленного производства. Хотя продукция при этом сюда поставляется на рынок. На мой взгляд, поставляется зачастую в недостаточном количестве, чтобы заместить товары наших западных партнеров. Убежден, что такой призыв и такой посыл ваш уже услышан российскими производителями. А что касается концепции, такое предложение прозвучало совсем недавно, этой осенью. Как только стороны определят набор задач, которые должна решать концепция информационной безопасности, мы об этом вам сразу скажем и полагаю, что никто не откажется от такой работы, потому что время и жизнь заставляют идти по этому пути. Но и опять же, обратная сторона медали. Наша романтическая наивность 20-летней и 25-летней давности, что вот всемирная библиотека интернет сделает нас счастливее, разваливается на глазах. Потому что сопутствующих негативных и рисковых факторов и угроз нисколько не меньше, чем очевидного позитива и комфорта в нашей социальной жизни сегодня. Я помню еще, Жак Ширак подписывал указ о награждении вас орденом почетного легиона. Слушайте, как вы все выяснили. Как говорят, это наша работа, да? Но вы в ту пору говорили, что с Западом можно договориться, но то, что происходит сейчас, это беспредел. Вести диалог. Скажу ему договориться, было правильно понято. Хорошо. То, что говорил Столтенберг, это как раз характеризует то, что происходит сейчас. И то, что говорил Боррель о том, что они властители мира, все это, ну, правда, напоминает беспредел. Вот, по-вашему, они уже перешли эту точку невозврата, после которой договариваться уже невозможно. Моё мнение нет. Всё равно нужно договариваться, потому что на кону не удовлетворение чьих-то амбиций, а безопасность миллионов людей в глобальном плане. Если раньше мы говорили и такая идея в том числе и Жаком Шираком, и господином Миттераном, и Валерии Жескар-Дестеном проводилась Европа от Лиссабона до Владивостока, что изменилось? Переместился Владивосток или Лиссабон не столица Португалии? На карте та же самая Европа, та же самая Россия, на географической карте. Политическая карта другая. И то, что политическая карта европейского континента другая, наверное, даёт иллюзию у лидеров западного мира дня текущего, что можно давить и дальше. разрушили Варшавский договор, Совет экономической взаимопомощи, помогли развалиться Советскому Союзу, а сейчас пойдём по югославскому варианту. Не пойдут. Ни Россия, ни Беларусь, ни наши национальные лидеры, ни наши системы не позволят это сделать. И сегодня вырастает новое поколение. Поколение, на мой взгляд, более реалистично понимающее, что для них родина. Период безвременья, начало 90-х, мы все его пережили и заплатили за него дорого. Он ушёл. Нынешний мир не идеален. И наша современная молодёжь тоже живёт порой нелегко, и мы мало умеем с ними говорить, вот наше старшее поколение. Но в любом случае, в абсолютном большинстве, наши граждане патриоты своей страны и понимают мир и его сложности. Пусть не всегда вдаваясь в тонкие политические нюансы или политологические изыски, но понимают, что родина одна. И я помню этот лозунг и призыв 20-го года в Беларуси любимую не отдают. Любимую Россию, Беларусь, наших братьев, те, которые живут в других странах, но с которыми у нас родство, при том, что мы понимаем, что и те, кто ни одной с нами веры и ни одной с нами славянской крови, они тоже должны быть нашими братьями или участниками диалога и нашими партнёрами. В самом широком в смысле слова, в самом естественном и прямолинейном партнёрами по диалогу. Его тепло согревает при первом касании. Его прочность на века, его красота совершенна, ведь над этим трудилась сама природа. Ничто не способно заменить настоящее дерево. партнёр программы «Беллесэкспорт». У нас есть всё для леса. «Беллесэкспорт» «Беллесэкспорт» в частности ��분sэкспортнё